Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я всегда говорю, что победа женского рода, еще говорят победа мать. Безусловно, только самые добрые, теплые могут быть ощущения, когда говоришь об этих двух праздниках. Ну, что можно сказать про маму? Когда человеку больно, он кричит «мама», когда ребенку хорошо, он тоже говорит «мама», когда плохо, тоже «мама». Первое слово, которое очень многие произносят обычно в жизни, это слово «мама». Что может быть ближе и дороже матери. И, конечно, я хочу, пользуясь случаем, поздравить наших замечательных телезрительниц с Днем Матери. А телезрителям, мужчинам напомнить о том, что нужно поздравить обязательно наших дорогих женщин в воскресенье, 8 мая с Днем Матери. Ну, а про День Победы, я думаю, можно посвятить много передач, и многие передачи телевизионные им этому празднику посвящены. Сегодня мы будем говорить и про День Победы, и про День Матери. Сегодня мы будем говорить про наших дорогих, замечательных, прекрасных, любимых женщин, которые участвовали во Второй мировой войне, которые пережили Вторую мировую войну, которые здесь, сегодня в Америке делают все возможное, чтобы память о тех событиях не ушла, чтобы мы всегда помнили о том, какая это была страшная трагедия, о том, какой это был выдающийся подвиг, я говорю про победу над фашистской Германией. И, к счастью, в русскоязычной общине очень много женщин, которыми можно гордиться, которые делают все возможное для того, чтобы и в нашей общине, и за ее пределами люди всегда понимали, какой ценой досталась свобода, досталась наш мир и покой. И хотя, конечно, сегодня в мире очень много проблем, и есть очень много фактов исламского терроризма, и очень неспокойно в наше время по-прежнему, и тревожно на душе, в том числе и у русскоязычных ветеранов войны, которые думали тогда, 9 мая 1945 года, что война закончилась и больше никогда уже не будет ни фашизма, ни неофашизма, и что никогда вот эта коричневая чума или гидра, как тогда говорили, не поднимет голову. Но, к сожалению, мы сталкиваемся сегодня в мире и с проявлениями исламского фашизма, и с проявлениями неонацизма, и с отрицанием Холокоста, и с фактами антисемитизма, с проявлениями ненависти, и очень часто в разных странах по-прежнему проявляется вот эта ненависть к инородцам, к другим народам, и когда хотят кого-то уничтожить, или кого-то унижают, оскорбляют только потому, что этот человек не так выглядит, не ту религию исповедует, или просто вот не такой, как кому-то хотелось бы. Я об этом много говорил в своих передачах, но сегодня я хочу говорить только добрые слова о наших женщинах. Еще раз поздравляю вас всех, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия. И хотел бы рассказать о некоторых примерах. Конечно, каждый из вас назовет сам примеры тех или иных замечательных, прекрасных женщин, которые есть вокруг нас, но я буду говорить только о тех, которые вот еще занимаются общественной работой, помогают другим людям, женщинам и мужчинам. И, я уже сказал, вносит свой вклад в то, чтобы мы никогда не забыли о тех годах. Нужно сказать, что в этом году мы отмечаем 71-ю годовщину Победы, и, конечно, соответственно, возраст тех женщин, о которых я буду говорить, раз они пережили это, они уже не самые юные, но в то же самое время они юные душой. Вы сегодня об этом сами сделаете вывод. Первая женщина, о которой я хотел бы сегодня рассказать, она была у нас здесь в студии однажды. Это просто, ну, женщина легендарная, я бы даже сказал. Она живет в бруклинском районе Старрит-Сити. На этой фотографии она, вот в центре этой фотографии, слева это сенатор штата Нью-Йорк, Роксан Персо от районов Канарси, Старрит-Сити, она пришла на этот праздник. Это был как раз праздник Пурим тогда отмечали. В центре вот Ася Гиндина, о которой я сейчас хочу немножко рассказать. А справа это президент еврейской общины Старрит-Сити, Нина Годилова. Так вот, я хочу поговорить про Асю Гиндину, она еще и, естественно, и член Американской ассоциации ветеранов и инвалидов Второй мировой войны. Она еще и мать-героиня, причем ее действительно наградили даже, вот у нее звание, мать-героиня, потому что у нее было много детей, есть много детей, внуков, правнуков. И я подозреваю, может быть, ошибусь и про правнуков, не знаю. Но она абсолютно боевая женщина, она была медсестрой в годы войны, она со своим будущим мужем познакомилась, когда вытаскивала его, в прямом смысле слова, из-под танка. Это боевая медсестра, которая спасла много жизней в годы войны. Она исключительно добрый человек, она прекрасно готовит, она талантливейший человек, она сочиняет великолепные стихи и поэмы. Ее просто обожают в Старрит-Сити, все, кто ее знают, русскоязычные и нерусскоязычные. И не только в Старрит-Сити. В общем, Ася Гиндина, вот пример для подражания всем нам. И я хочу ее, пользуясь случаем, тоже поздравить и с Днем Матери, и с Днем Победы. И всех, кто ее знает, все скажут, что Ася Гиндина – это просто человек, возле которого даже просто постоять одно удовольствие. От нее просто пышет энергия, она раздает свою доброту всем окружающим и постоянно старается помочь другим людям. Так что про Ася Гиндину можно несколько томов написать, и этого все равно книжек. И этого все равно не хватит вот про такую боевую женщину, которая и помогала, и раньше спасла, я уже сказал, много людей, и продолжает нести добро и свет людям. Вторая женщина, о которой я хочу сегодня рассказать, ее хорошо знают. И не только на Брайтоне, хотя она живет на Брайтоне, ее зовут Анастасия Браверман. Анастасия Браверман, вот на этой фотографии я с ней, она ответственная секретарь Американской ассоциации ветеранов и инвалидов Второй мировой войны. Она много сделала в годы Второй мировой войны, чтобы помогать и тылу, и фронту, но в то же самое время Асе, говорю Анастасия, ее называют еще, ее многие называют не только Анастасия, ее очень любят ветераны, ее очень любят жители Брайтона, потому что она всегда для всех находит доброе слово, кому-то позвонить, кого-то поздравить с днем рождения, на какое-то событие прийти и выступить. Она делает все возможное, чтобы ветераны почаще улыбались. И вот на этой фотографии Анастасия Браверман в центре для пожилых людей Shoreview Nursing Home на Третьем Брайтоне, где каждый год по традиции, в этом году, кстати, тоже будет, 10 мая, чествуют фронтовиков, чествуют узников концлагерей, чествуют тружеников тыла и тех, кто находится в этом центре Shoreview Nursing Home, и тех, кто к ним приходит. И всегда приходят представители Американской ассоциации ветеранов и инвалидов Второй мировой войны. И Анастасия Браверман вот тут на фотографии вместе с Аней Малкиной, которая тоже всегда помогает ветеранам уже очень много лет. Вот там сзади на фотографии в пилотке, исполняют песни многие. Анастасия Браверман выступает, справа стоит Светлана Залязник, которая много добра несет тем, кто живет в этом Shoreview Nursing Home, в этом реабилитационном центре. Вот там еще видна Ирина Волынская, рекреэйшн-директор этого центра. Это как раз День Победы, по-моему, в прошлом году. Как раз этот снимок я сделал. Но вот здесь есть Анастасия Браверман, она выступает. Повторяю, она очень энергичный, активный человек, но она участвует еще и в общественно-политической жизни. Вот на этой фотографии это важное политическое событие. Вот опять же стоит Анастасия Браверман слева, в центре стоит Анна Малкина, по которой я уже говорил, справа стоит Борис Фельдман, который тоже был у нас в прошлом году в студии перед 9 мая, фронтовик, герой. И вот они передали конгрессмену Хакиму Джеффрису в шорфронте были слушания по поводу ядерной сделки с Ираном. И вот они собрали и передали конгрессмену петиции, где 300 подписей ветеранов и других русскоязычных жителей, 300 подписей под петиции против ядерной сделки с Ираном. Так что наши ветераны интересуются всеми событиями международными, всем, что происходит в Америке. И конкретно в этой истории они выступали категорически против подписания этого ядерного соглашения с Ираном, считая, что нельзя допустить, чтобы Иран создавал ядерную бомбу, атомную бомбу, нельзя допустить, чтобы Иран получил более 100 миллиардов долларов размороженных фондов и на эти деньги потом творил акты террора по всему миру, в том числе и против Израиля. И поддерживает Иран, вы знаете, и Хамас, и Хизбалу, и многие другие террористические организации все время призывают к ликвидации Израиля. Я к тому говорю, что Анастасия Браверман в данном случае, я рассказываю про нее, активно участвует в политической жизни, всегда голосует, она очень собирает подписи под петициями, не пропустила ни одних выборов. То есть наши ветераны, люди, которые активные, они и сейчас, как мы говорим, в строю. На следующей фотографии еще одна выдающаяся женщина. Это вице-президент Нью-Йоркской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей Евгения Затуранская. Этот снимок сделан в парке Холокоста. Справа тут от меня находится еще Борис Лермон, президент другой ассоциации узников гетто и концлагерей. А вот Евгения Затуранская, это вице-президент Нью-Йоркской ассоциации бывших узников гетто и концлагерей. Она тоже чрезвычайно умная, добрая, душевная женщина, которая очень активная тоже. Я знаю, что она ездит и в музей Холокоста, и в Манхэттенский музей еврейского наследия. И когда был возле иранской миссии, проводилось ежегодно митинг протеста против поведения Ирана, и тоже в память о жертвах Холокоста, она вместе с Фирой Стукельман там зажигали памятные свечи, как раз возле иранской миссии. У меня, к сожалению, этой фотографии сейчас нету. И не пропускает ни одного важного события. Евгения Затуранская, когда в Бруклин-Калледже были факты антисемитизма, когда в Бруклин-Калледже выступали представители движения за бойкот государству Израиль, BDS-движения, и была пресс-конференция у входа в Бруклин-Калледж против движения BDS, против того, чтобы Бруклин-Калледж принимал движение за бойкот Израилю, ни одного вопроса не задала тогда Евгения Затуранская. Хорошо помню, была зима, было холодно, ни одного вопроса не задала. Сразу поехала и приняла участие в этой пресс-конференции для того, чтобы показать, выразить свое возмущение и выразить свою поддержку государству Израиль. Так что, опять же, хочется поздравить Евгению Затуранскую, пользуясь случаем, и с ее активной жизненной позицией, и с тем, что, несмотря на перенесенные трудности в годы Второй мировой войны, и даже это нельзя назвать трудностями, кошмары, я бы сказал, она тоже бывшая узница гетто, и тем не менее она сейчас в строю и борется с антисемитизмом, против терроризма, помогает государству Израиль и помогает другим людям, в том числе бывшим узникам гетто и концлагерии в своей организации. Еще одна женщина, про которую мне хочется сегодня рассказать, это возглавляет общество блокадников Ленинграда. Вот на этой фотографии этот снимок сделан в еврейском центре Бенсенхерста. Он сделан 9 мая прошлого года, по традиции, в еврейском центре Бенсенхерста. Каждый год тоже отмечают День Победы. И здесь есть, конечно, и мужчина на этом снимке, и одна из организаторов. Вот там слева вы видите Любовь Микитянского, там я вижу сзади Владимира Вишневского из еврейского центра Бенсенхерста, я вижу депутата горсовета Марка Трейгера. И в центре вот все героические женщины, бывшая узница, по-моему, София Фридман. Я вижу Евгению Лебедеву и вижу вот женщину, про которую я сейчас буду рассказывать. Это Изабелла Светлосанова. Справа, конечно, наши фронтовики, которые тоже представлений не нуждаются. И Хоня Обштейн, я вижу, и Савелия Коплинского. А вот эта женщина, про которую я хочу сегодня тоже рассказать. Это Изабелла Светлосанова. Она с первого дня возглавляет общество блокадников Ленинграда. Она создана при еврейском центре Бенсенхерста, объединила тех, кто пережил ужасы блокады Ленинграда. И вот она выступает, видите, там сверху написано «С днем победы». Изабелла Светлосанова тоже очень сильная женщина. Человек, которая, несмотря на все пройденные жизненные испытания, и сегодня делает все возможное, чтобы память о ужасах блокады Ленинграда никогда не были забыты. И она вот выступала на этом празднике с Днем Победы, поздравляла фронтовиков, ветеранов, людей, переживших блокаду Ленинграда, бывших узников где-то. Я всегда, когда встречаюсь на событиях в нашей общине вот с такими удивительными женщинами, всегда хочется сказать им спасибо, поклониться. У нас таких людей очень много. Это просто сегодня в рамках передачи обо всех рассказать невозможно. Поэтому вот буквально выбрал там 7-8 человек. Но на самом деле мы говорим о тысячах людей. Мы говорим о ветеранах войны, мы говорим о бывших узниках гетто, о блокадниках Ленинграда, о тружениках тыла, о тех, кто поддерживал всех этих людей. Если муж был на фронте, а жена была в эвакуации или в тылу, это вовсе не значит, что ей было легко. Вы сами понимаете, насколько приходилось трудно женщинам. Вот я всегда рассказываю о примере, которые мне рассказывает моя теща, Миля Юдовна, которая не была на фронте, которая не была в гетто, не была в концлагере, которая вообще была очень маленьким ребенком в это время, и которая была в эвакуации со своей семьей. Она всегда мне рассказывает про вот эту развилку дорог в Белоруссии, когда они в первые дни войны убегали от надвигающейся нацистской армии. Уезжать обычным способом поездами было уже к тому времени поздно, и все поезда уже давно были переполнены к тому времени, и они уезжали на телегах, и была развилка. Она мне все время рассказывает про эту развилку. Моя теща 1933 года рождения, значит, в 1941 году, посчитайте, ей было 8 лет в 1941 году. И они решили, было 20 подвод, на лошадях все ехали, все были евреи, 20 семей. И они решили, чтобы все не погибли сразу, 10 семей поехало направо, 10 семей поехало налево на этой развилке. И те 10 семей, которые поехали налево, поехали в деревню, которая, как потом оказалось, уже была занята немцами, нацистами. А 10 семей, в том числе и моя теща, поехали направо. И там еще не было немцев, им удалось потом уехать, удалось эвакуироваться на восток, и в общем, они выжили все. Все, кто поехали налево, всех, конечно, немцы расстреляли. А все, кто поехали направо, выжили. Разве может моя теща забыть про эту развилку, которая в 1941 году спасла их жизнь, что они поехали в правильном направлении. И вот не было моей тещи в гетто, не было в концлагере, не было на фронте. Но для нее война, для нее 9 мая, это святой праздник. 9 мая она даже, как мы говорим, ходит в приподнятом настроении, она весь день воодушевленная. Она не может забыть День Победы. Для нее День Победы, это был вот день, когда вот этот ужас, возможность того, что могут убить в любую минуту только за то, что ты еврей, могут убить только потому, что не так посмотрел, только потому, что вот эта коричневая чума хотела весь мир поработить, как мы теперь уже знаем, далеко не только Европу, далеко не только Советский Союз. Америка вступила в войну только потому, что поняла, что Пёрл-Харбор, поняла, что отсидеться не удастся. У нас есть еще фотография прекрасной, замечательной женщины, которую очень любят ветераны войны в Нью-Йорке, и не только в Нью-Йорке. Вот эта фотография, для меня большая честь, что вообще у меня есть такая фотография. Это Клавдия Рейфман. Клавдия Рейфман была переводчиком Сталинградской битвы. И не просто переводчиком, там целая история была. Взяли в плен очень важного немецкого генерала, по-моему, или полковника, офицера немецкого, и нужно было допросить его, потому что вот-вот уже был канун Сталинградской битвы, нужно было знать, куда именно направлять войска советские. И Клавдия вот приняла участие в этом допросе, она переводила этого немецкого языка, как тогда говорили, которого взяли наши разведчики. И благодаря тому, что она участвовала тогда в этом, удалось узнать ценнейшую информацию. Ее информация, вот это участие в этом допросе немецкого офицера спасло тысячи и тысячи жизней. И, конечно, Клавдия тоже добрейший человек. Когда я с ней встречаюсь на 12-м Брайтоне иногда, только посмотреть на нее, сразу окрыляешься, потому что она только приятные вещи говорит. Всегда говорит, добрый день, добрый вечер, доброе утро, как дела, как самочувствие. Никогда не пожалуется, никогда не скажет, что у нее какие-то проблемы. Говорит, будешь 9 мая на нашем празднике? Я говорю, ну как же, обязательно, конечно, 9 мая, как можно не быть? А ты слышал там, вот, а вот, день рождения, а ты знаешь там, вот, а вот, у кого-то там внучка родилась, а вот ты слышал, то есть всегда рассказывает что-то доброе, приятное, про других людей. Я помню, Клавдия Рейхман была замужем тоже за замечательным человеком, Израилем Барсуком, светлая ему память. Они очень много делали для ветеранской ассоциации, и Клавдия сегодня у нас в Трою, хочется ее, пользуясь случаем, поздравить и с Днем Матери. Она чудесная мать, сразу вам говорю, чудесная бабушка, вот, у нее великолепная семья, и пожелать тоже и крепкого здоровья, как и всем нашим ветеранам. В общем, вот такая получилась у нас сегодня передача, и хочется только сказать, чтобы побольше было улыбок, чтобы поменьше было неприятностей. Жизнь сложная, конечно, но к нашим ветеранам в Америке, на мой взгляд, эта благополучная, очень гостеприимная страна отнеслась очень хорошо, предоставила бесплатное здравоохранение, дала возможность приютила, если хотите, дала возможность детям и внукам наших ветеранов здесь предоставила неограниченные возможности. И я скажу, они это ценят, потому что я вижу, на каждом празднике, где участвуют ветераны, они всегда говорят God bless America, всегда благодарят Америку, всегда понимают, что эта страна для них сделала многое из того, что здесь сделала Америка для них, и для них не сделала даже та страна, которую они защищали от фашизма. Были причины, по которым наши ветераны и узники и блокадники уехали оттуда и живут здесь, в Соединенных Штатах Америки. Мне всегда приятно, когда они на всех митингах обязательно с американскими флагами. Мне приятно, что они поддерживают государство Израиль, но главное, что они остаются активными, что они не... Даже если... Вот я вам приведу пример. Недавно был митинг в парке Холокоста против антисемитизма и ненависти. И мне удалось записать обращение к людям, чтобы пришли на этот митинг, и его запустили. По-английски называется RoboCall, чтобы люди по телефону получили этот звонок, приглашение прийти на этот митинг. Не все же слышали, не все знают. И одна женщина не смогла прийти, не смогла прийти. Она написала письмо на Дэвидзен радио, прислала письмо, что она знает, что такое война, она знает, что такое Холокост, она знает, что такое ненависть. И она по состоянию здоровья не может прийти на этот митинг, но она хочет, чтобы я и все участники митинга знали, что она с нами, что она нас поддерживает, и что она всегда будет бороться против ненависти, антисемитизма, неофашизма, терроризма. То есть человек посчитал нужным написать письмо, обратиться к другим людям. Неравнодушные наши ветераны, наши узники. И говорят часто, что это, да, песня вы знаете, да, праздник со слезами на глазах. Вот эти слезы на глазах, не только у ветеранов, но и всех, кому дорога память о миллионах и миллионах погибших в той страшной войне. Поэтому сегодня мы не только благодарим вас, но и вспоминаем о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. 71 год Великой Победы. И каждый ветеран, каждый узник, каждый блокадник, каждый труженик тыла, и все, кому это все не безразлично, кому не безразлично, это память. Я хочу, чтобы вы знали, что это каждый год отмечают во всех еврейских центрах, во всех центрах для пожилых людей. Вот вы сейчас видели фотографию, сделанную в Хейбархаус, синер-центре на Коне-Аленде, где каждый год проводят, тоже обязательно проводят, 9 мая, День Победы. Вот этот снимок, по-моему, в прошлом году был сделан. Видите, тоже женщины, ветераны войны. И у нас есть фотографии, где тогдашний президент этого центра для пожилых людей, София Лобова и женщины этого центра поздравляют ветеранов. Прекрасный там творческий коллектив, хор целый есть в этом центре для пожилых людей, Коне-Аленда, и они поздравляли, пели прекрасное исполнение, там талантливые люди очень в этом центре для пожилых людей, Хейбархаус исполняли. И, по-моему, там еще был Александр Гунькопиал, тоже талантливейший певец, радовал и ветеранов, и всех остальных. Так что День Победы и День Матери это не только праздник ветеранов, это праздник всей нашей русскоязычной общины, это праздник всей Америки, это праздник всего мира, всех, кто понимает значение этого дня. Я хочу еще раз поздравить вас с этими двумя праздниками, Днем Матери и Днем Победы, пожелать вам всего самого-самого доброго, и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Арий Каган. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин